МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Плюс 47. В Чувашии увеличилось число зараженных коронавирусом. Домашними молитвами. В Пасху соборы, храмы и церкви республики будут работать в закрытом режиме. Наши звездочки. Программа юных корреспондентов национального телевидения «Отдыхайп» стала победителем Всероссийского фестиваля школьных СМИ. 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией подтверждено в Чувашии. Два пациента выздоровели, один умер. Под медицинским наблюдением находятся 1076 человек, 159 госпитализированы. Об этом депутатам на сессии госсовета в режиме онлайн сегодня сообщил министр здравоохранения Республики Владимир Степанов. Анализ сложив всех этих ситуаций по заболеваниям с новой коронавирусной инфекцией указывает на ведущую роль завозных случаев из Москвы. Это порядка 40% случаев. Случаев завоза из других государств всего три. Один из Бразилии, два из Доминиканской республики, остальные лица контактные. Также сформировалось два очага новой коронавирусной инфекции, находящихся в организации, находящихся в подъездах Минздраву Чувашской Республики. Это вторая городская больница, 8 сотрудников, 17 пациентов. И городской клинический центр, 10 сотрудников. На сегодняшний день пациентов в городском клиническом центре нет. Все они изолированы. На карантинных мероприятиях также находится терапевтическое отделение Ормарской центральной районной больницы, где был выявлен пациент с новой коронавирусной инфекцией, но в свое время переведен в больницу скорой медицинской помощи. Анализ сотрудников пациентов центральной районной больницы показали отрицательный результат, что радует. По истечении карантинного периода ограничения будут сняты. Вся работа по последовательной работе медицинской организации пациентов проведена. Один из главных христианских праздников – Пасха – состоится в любых условиях. Все богослужения на Страстной неделе идут в соответствии с церковным календарем. Но в условиях пандемии особо беспрецедентные меры. Для собственной же безопасности люди должны временно воздержаться от посещения храмов и не ходить на массовые молитвы. Чистый четверг и старый млад пришли на утренние богослужения. Людей, конечно, меньше, чем обычно, но многие забыли об элементарных мерах защиты. Даже масок не взяли с собой. Прихожане не смогли объяснить, ради чего они так рискуют. Дошла, там уже причастие было. Причащались, свечки поставила, и все. Понимание и ответственность – вот что поможет сейчас. Праздник праздников придет к вам в дом. Напомним, прямую трансляцию торжественного пасхального богослужения с Покровского Татьянинского собора Чебоксар можно будет увидеть в прямых эфирах Национального телевидения Чуваши и Общественного телевидения России. 18 апреля, 23 часа 30 минут. Оставайтесь дома. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же временно исполняющий обязанности главы Республики принял решение о том, что церкви будут работать в закрытом режиме. Для тех, кто обеспечивает богослужение, организуют пропуска. Об этом Олег Николаев заявил на совещании, где совместно с духовенцем обсудили, как избежать рисков. Все приходы могут организовать соответствующее богослужение. При этом национальная телерадиокомпания будет вести прямую трансляцию с богослужения с участием митрополита Чувашского Владыки Варнавы. И здесь все люди могут, скажем, в режиме онлайн наблюдать и участвовать дистанционно. Будет утвержден образец пропуска, который будет оформлен приходами для того, чтобы люди, которые участвуют в организации богослужения, могли пройти и соответствующим образом принять участие во всех необходимых мероприятиях, которые предусмотрены в рамках богослужения. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в Чувашии в результате ДТП. На трассе М7 Москва-Уфа столкнулись Volkswagen Multivan и Fura. По основной версии, причина аварии – несоблюдение безопасной дистанции водителям Volkswagen. За рулем автомобиля сидел 29-летний житель Новочебоксарска. В результате ДТП его и четверых пассажиров микроавтобуса с различными травмами доставили в больницу. Двоих после оказания помощи отпустили домой. Среди пострадавших – полуторагодовалая девочка из Мариэл и шестимесячный ребенок из Московской области. Как сообщили в УГИБДД МВД по Чувашии, ребенок постарше находился в детском удерживающем устройстве, но пристегнут не был. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проверяется. Также не осуществлял ли Новочебоксарец незаконную перевозку пассажиров. Очередная 39-я сессия Госсовета Чувашии прошла сегодня в формате видеоконференц-связи. На связи с депутатами были представители органов государственной власти. В повестку заседания сессии были включены 18 вопросов, в том числе законопроекты, которые очень ждут жители республики. Основной закон, который мы сегодня рассмотрели на Государственном Совете – это закон о детях войны. Действительно, этот закон мы давно ждали. Ждали на уровне Российской Федерации, что такой закон будет принят. Прежде всего, первый шаг, мы говорим, это предание и вручение нашим вот таким, такой категории граждан, удостоверение, обозначивающее, что они являются детьми войны. Статус «Дети войны» могут получить люди, рожденные в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года на территории Советского Союза и в данный момент проживающие на территории Чувашской республики. Сегодня для них предусмотрены меры нефинансовых социальных гарантий, такие как неочередное обслуживание в социальных учреждениях, неочередное социальное обслуживание на дому и медицинская помощь в государственных медицинских организациях. Уровень денежной помощи для данной категории граждан сейчас прорабатывается. В ходе сессии приняли и закон о единовременной республиканской выплате в размере 25 тысяч рублей для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей. Деньги данной категории граждан получат до 9 мая. Депутаты Госсовета Чувашии согласовали кандидатуру нового прокурора республики. На пост главы регионального надзорного ведомства претендует Андрей Фомин, последние 6 лет проработавший в прокуратуре Крыма. Путь от стажера районной прокуратуры Ярославской области до первого заместителя прокурора Крыма. О рабочих заслугах Андрея Фомина, кандидата в прокурору Чувашии, парламентариям по онлайн-связи рассказал заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев. Время службы зарекомендовала себя высококвалифицированным персональным работом, инициативным руководителем, обладает большим опытом работы, организаторскими способностями, проявляет оперативность при решении практических вопросов прокурорского надзора. Должность прокурора Чувашии освободилась еще 2 марта. Работа предыдущего главы регионального надзорного ведомства сопровождалась кадровой чехардой. Закономерно, что депутатов интересовало, как будет построена эта работа. К сожалению, это не единственная проблема. В прокуратуре республики комплексная проверка генеральной прокуратуры, которая совершилась, достаточно большое количество недостатков в работе отразила, в том числе и по направлению работы с кадрами. Я полагаю, все они подлежат устранению. Существует план устранения недостатков. Установлены конкретные сроки. Всеми вопросами, в том числе и кадром, мы будем заниматься. Важно, и как будет выстроен диалог с парламентариями. Андрей Валерьевич, исходя из вашей практики работы, как вы планируете коммуницировать с депутатами Государственного Союза Чувашской Республики, с фракциями? Я полагаю, что я буду ходить на сессии депутатов, тем более это необходимо, чтобы более оперативно погрузиться в проблемы республики. Кандидатуру нового прокурора республики депутаты поддержали единогласно. Сегодня же с кандидатом встретился и временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев. В рамках нашего взаимодействия мы должны обеспечить как раз и эффективность бюджетных денег. Ну и самое главное, чтобы, дело даже не в деньгах, дело в том, чтобы у нас появлялись хорошие дороги, построенные квартиры, школы, садики. Чтобы люди были удовлетворены той социальной поддержкой, которая оказывается. Ну и, конечно же, чтобы вся система, правоохранительная система работала четко по назначению. С августа 2014 года работаю в Крыму, сейчас по нынешний день. Поэтому все проблемы, национальные проекты, федеральные целевые программы, очень большое финансирование. Задача прокуратуры в Крыму – это правовое сопровождение этих программ, недопущение расхищения бюджетных средств. Поэтому в полном объеме работаем, для этого координируем работу всех правоохранительных органов. Определенные наработки есть, результаты тоже. Я думаю, мы поделимся, может быть, какой-то опыт будет полезен здесь, в Чувашской республике. Региональные встречи проведены. Окончательное слово за федеральными властями. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Обеспечение пожарной безопасности в регионе обсудили в Доме правительства республики. Статистика с начала сезона удручающая. Такого количества возгораний и пожаров не фиксировали давно. Нужен новый подход к решению этой серьезной проблемы. В Рио главы республики утвердил сводный план тушения возможных пожаров, в который вошли потенциально опасные участки. Профильное ведомство детально проработало механизм предупреждения чрезвычайных ситуаций. 61 лесопожарная команда, в составе которых 315 человек патрулируют леса по 154 маршрутам. Мониторинг лесных пожаров обеспечивается путем наземного патрулирования патрульными группами, начиная со второго класса пожарной опасности. Кроме этого, осуществляется визуальным пожарными наблюдателями с 20 пожарнаблюдательных вышек. И с 1 апреля 2020 года введена в эксплуатацию система видеомониторинга лесных пожаров. В республике установлены 5 видеокамер, 4 камеры Минприроды Чувашии и 1 ФБУ Государственный заповедник Присурский. В последние два года лесопожарная служба серьезно обновила свой парк. Тракторы, бульдозеры, автомобили повышенной проходимости – все это должно сработать. Закупки продолжатся в рамках национального проекта «Экология». На охрану лесов на этот год выделено около 40 миллионов рублей. В зоне особого внимания наше национальное достояние – парки и заповедники. Там предписано обустроить в полном объеме минерализованные защитные полосы. Серьезная проблема – заброшенные участки, расположенные недалеко от лесных массивов. Надо срочно разыскивать собственников и принимать жесткие меры. Такие места – зона особой опасности. Это уже задача Россельхознадзора. И еще один важный момент. Силы межрегионального маневрирования всегда готовы прийти на помощь в случае пожаров высокого класса. В сложной ситуации оказались преподаватели чувашского языка в республике во время дистанционного обучения. Если их коллеги по другим предметам могут использовать методики с разных образовательных порталов, то у преподавателей родного языка и литературы таких возможностей не было. Республиканский институт образования на базе одной платформы разработал специальный формат, где преподаватели чувашского со всей республики обмениваются практиками и используют их на своих уроках. Любовь Адюкова, учитель чувашского языка и литературы Большояльчикской школы начинает дистанционный урок для восьмиклассников с проверки домашнего задания. Ее ученики подготовили презентации и видеоролики по рассказу Михаила Юхмы о жизни молодого волка, который отбился от стаи. Нашел друга среди людей, а потом столкнулся с жестокостью человека. За полчаса занятий учитель успевает оценить подготовку ребят и объяснить новый материал. На уроке педагог использует видеоролики, презентации, тестирование по вариантам и все дистанционно. Мы так и как на уроках делаем анализы. Дети со мной разговаривают через это приложение. Мы видим здесь живой звук, живой диалог у нас получается. И это детям очень нравится. Вот они видят друг друга, общаются вместе. Вот когда первый раз мы вышли в контакт с детьми, они сначала истеснялись, как-то вот увидели друг друга, и не хотят разговаривать, а потом как-то уже привыкли. Готовиться к дистанционному уроку намного сложнее, чем к обычному, говорит Любовь Адюкова. Видеоролики, тесты, инфографика, и это практически каждому занятию. Сейчас многие учителя чувашского языка помимо своих разработок берут материалы с платформы Я-класс. Там создан онлайн-методический центр. Я-класс. Там, конечно, для учителей других предметников все готовое есть. А для нас, для учителей чувашского языка и литературы, там готовых материалов не было раньше. И мы сами это туда все добавляем, скачаем. Учителя и родители при организации учебного процесса ищут выходы из разных нетипичных ситуаций. Нашим данным трое учащихся нашего района не имеют интернет-связи. С этими учащимися учителя работают через телефонную связь. Они дают задания по телефону, и основной упор сделан на устной части ответа. Отвечают устно, также по телефону. Специалисты советуют не огорчаться, если что-то сразу не получается, и воспринимать ситуацию как опыт, который будет полезен и после пандемии. Татьяна Трофимова, Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Более 50 тысяч просмотров эфиров всего за неделю. В Чебоксарах по инициативе городского управления образования стартовал особый познавательно-занимательный проект для школьников. Подробности узнаем у Натальи Мальчиковой. Дистанционный проект призван занять школьников по всем направлениям их интересов. Онлайн-марафон при этом рассчитан на весь день. И прямо сейчас мы можем наблюдать, как проходят занятия по программе «Занимательный час». Актуальность проекта очевидна. Поддержать и направить ребят в нужное русло. Понятно, что многие сидят в компьютерах, так пусть сидят с пользой. В проект приглашают профессиональных педагогов, спортсменов, психологов, да и просто интересных людей, известных в различных сферах деятельности. Они проводят мастер-классы, тренинги, делятся советами, как построить день. Формат марафона самый, что ни есть подходящий. Наша тема невероятно велика. Велика, причем в прямом и переносном смысле. Мы с вами вместе отметим величайший праздник – 75-летие Победы. А, кстати, какого числа завершилось это событие? Уверен, кто ответил 9 мая, большой молодец и учится на сплошные пятерки. Нам захотелось как-то, вот я говорю, оживить, как-то представить более позитивно. Но и в то же самое время, я говорю, очень хотелось, чтобы наши горожане знали город. Показывают родителям, и они с удовольствием сидят вместе, листают этот журнал. Хотелось также сподвигнуть, чтобы дети больше узнали о своих предках, о своих прадедушках, о своих дедушках. И тем самым сподвиглись на творчество. Пусть это будет маленькое зернышко, но оно поселится в сердцах, в умах наших деток. Знание истории страны, своей семьи – это то, чем можно гордиться. Также в рамках марафона под девизом «Верь в себя, ты талантлив» стартовал фестиваль детского творчества «Звездный час». Фестиваль видеороликов «Звездный час», где может принять участие каждый желающий. Отбираются три лучшие работы, которые будут награждены 1 июня в Международный день защиты детей. Вечером ребята вместе с родителями могут продолжить участие в различных дистанционных и онлайн-конкурсах. Их 9 по республике и 17 по столице. Смотреть эфир и следить за анонсами можно через ссылки на официальном сайте Управления образования и в соцсетях. Лучших участников проекта ждут награды. Итоги подведут 1 июня в День защиты детей. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Новые футбольные поля в этом году появятся в 9 районах Чувашии. А 2 реконструируют в Чебоксарах. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на обустройство спортообъектов выделено более 356 миллионов рублей. Прямо в центре села Красноармейское футбольное поле. Рядом 2 детских сада, 2 общеобразовательные школы и 1 спортивная. Поэтому в проекте нового стадиона запланировано сразу несколько входов. С территории школы, но сразу через пруд они будут выходить на студию отсюда. И со стороны парка через мост. Дерн заменят на искусственную траву, асфальт беговых дорожек на прорезиненное покрытие. Все по современным стандартам. Беговые дорожки по кругу, две беговые дорожки искусственным покрытием. И по прямой, если на данное время мы имеем только три беговые дорожки, нынче у нас будет шесть беговых дорожек. Предусмотрен и сектор прыжков в длину. На демонтаж старого и строительство нового футбольного поля уйдет 29 миллионов из республиканского бюджета. При этом район вложится в благоустройство. Местный бюджет уйдет на моменты благоустройства. Заложено 2 миллиона 240, но это не предел. Мы планируем купить технику, которая будет обслуживать данный стадион. Мы планируем создать крытые навесы для удобства наших граждан. Обновление футбольного поля начнется, как только в администрации завершат все работы с документами, объявят аукцион и определят подрядчика. Проект футбольного поля, экспертизу прошел. Значит, на следующей неделе в начале будем делать аукционную процедуру. Строительство спортивных объектов находится на контроле временно исполняющего обязанности главы республики. Сегодня Олег Николаев обсудил с руководителями муниципалитетов предстоящие работы. Подробности в следующем материале. Все рабочие совещания пока в режиме самоизоляции. Вот уже третью неделю подряд администрации районов с домом правительства связывает телемост. На повестке дня реализация важнейшего этапа республиканской адресной инвестиционной программы. Такого количества спортивных объектов за один год в регионе строить еще не приходилось. Строительство всех 11 футбольных полей выделено в полном объеме. Параллельно мы сейчас готовим проект соглашений о предоставлении субсидий, которые в ближайшее время будут направлены в адрес заказчиков. В настоящее время положительное заключение государственной экспертизы, проектной документации и достоверность определения сметной стоимости строительства получено только администрациями Ячекского и Ядринского районов. Указанными районами аукционами на строительство объявлено. Необходимо обеспечить положительное заключение государственной экспертизы, проектной документации, достоверность определения сметной стоимости строительства и реконструкции футбольных полей. Это стратегическая задача с прицелом на перспективу. Интерес к футболу в республике растет. Олег Николаев признается, что и сам был игроком любительской команды. В 2017 году, когда у нас был очередной турнир по футболу среди команд фракций, даже был удостоен звания лучший нападающий. Работая в Государственной Думе, все три года находился рядом с великим тренером, замечательным футболистом Валерием Газаевым, который по моему приглашению даже приезжал в Чувашию в 2017 году. И мы здесь привели замечательные мероприятия, порадовали учащихся детской и юнической школы футбола в городе Шумерле. Футбол – это всегда было такое любимое занятие. Это, с одной стороны, естественно, здоровье, хорошее настроение, но, с другой стороны, я хочу сказать, футбол – это, конечно же, искусство взаимодействовать. Это командная игра. И вот здесь, как правило, результат зависит от того, насколько команда сможет сыграть вместе. Результативной работы в правительстве ждут и от команд администрации муниципалитетов. Чтобы не получить желтую карточку, необходимо ускориться в подготовке документации и устранить замечания госэкспертизы подстающих Красноармейский, Комсомольский, Козловский, Маргаушский, Урмарский, Красночитайский и Чебоксарский районы. После того, как выдано будет замечание, просьба ко всем муниципалитетам, так скажем, поэнергичнее отработать с проектировщиками и предоставить в адрес госэкспертизы ответы для получения положительного заключения. Давайте мы начнем тогда с Чебоксарского района. Если все остальные, насколько я понял, все загрузили, у вас еще идет процесс загрузки самого проекта. Временно исполняющий обязанности главы региона обозначил крайние даты. Уже до середины июня должны быть заключены контракты с подрядчиками. За строительными работами необходимо наладить контроль. Очень четкий и соответствующий технический контроль и обеспечение качества выполнения строительно-монтажных работ. То есть мы к этому должны стремиться, потому что вот вся та ситуация, которая складывалась раньше по объектам, конечно же, это недопустимо. Когда у нас подрядная организация через аукцион заводит свои, как бы, аффинированные организации, которые отчет технадзор, и, очевидно, автоматически начинает хромать качество строительно-монтажных работ. В случае падения цены на 25 и более процентов, мы имеем право требовать соответствующие представления всех необходимых квалификационных возможностей. И уже до конца года на всех 11 полях должны стартовать футбольные матчи. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика. Программа наших юных корреспондентов «Отдыхают» на национальном телевидении Чувашии стала лучшим телепроектом, по мнению экспертов журфака МГУ имени Ломоносова. Фестиваль школьных СМИ проходит в Москве уже 12 лет. Подробности в следующем репортаже. Позитивные и уверенные в кадре. За кадром волнение, страх. Ведь ребята работают в прямом эфире, отдыхают и шумят. Позади годы учебы, работы на камеру. Впереди новые высоты. В копилке наград у юных журналистов Чувашии появились две новые. Проект «Отдыхают» признан лучшим телепроектом, а его ведущие Лиза Храмова и Никита Васильев стали первыми в номинации «Лучшие ведущие». Мой учитель по обществу знаний не пускает ни одного опознанного класса, если он не сделает вот такое вот милое личико. В жюри конкурса преподаватели факультета журналистики МГУ и руководители студенческих редакций. В этом году в фестивале школьных СМИ приняли участие 208 проектов из 48 регионов России. Церемония награждения пройдет только осенью, а пока победители собрались на дистанционную конференцию, познакомиться, обсудить проблемы работы в это непростое время. Мы готовим полный прямой эфир за неделю, иногда за месяц, иногда бывает. Мы рассказываем какие-то темы, затрагивающие подростков. Мы гордимся нашей молодежью, и мы гордимся тем, что у нас такие замечательные участники. Талантливые, энергичные, мотивированные и позитивные. Успехов вам, ребята! Новые выпуски программы «Отдыхайп» сейчас не снимаются. Ребята копят идеи, чтобы сразу после отмены режима самоизоляции доехать до национального телевидения «Чуваши» и выйти в эфир. Мария Шоклева, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь дома, а я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин